Беспроводные наушники от суббренда Xiaomi фирма Hi-Low модель GT1 Pro. Есть похожая модель Hi-Low GT1, они отличаются от GT1 Pro только размером аккумулятора встроенном. Такая упаковка. У нас есть защита IPX5. Сенсорное управление. Bluetooth 5-й версии. Технические характеристики. Упаковка. Инструкция. Провод зарядки microUSB. Амбишуры. Наушники. Надписи снизу у нас почти один в один повторяют KISSUI. Суббренд Xiaomi. И наушники от самой фирмы Xiaomi под маркой Redmi AirDots. Все то же самое почти, что только меняется название вот здесь вот слева сверху. Бокс относительно Redmi AirDots гораздо тяжелее. Здесь больше емкость аккумулятора. Крышечка у нас на магните. У нас есть индикаторы зарядки вот этого вот PowerBank для наушников. Чем больше точек, четыре точки, значит у нас аккумулятор заряжен внутренний. Если у нас одна точка, значит нам уже надо заряжать. С обратной стороны у нас есть разъем для зарядки от microUSB провода. Шернир у нас пластиковый. Сами наушники держатся внутри бокса при помощи магнита. Я потрес, они не выпадывают, но я чувствую, что если потрясти сильнее, они у нас выпадут. Но это не критично, потому что у нас есть крышечка. Чехлов на эту модель я пока не встречал силиконовых. Сами наушники у нас стандартные, амбишуры одеваются. Есть у нас места для контактов. От которых у нас и заряжаются данные наушники. Вот эти контакты сопрягаются с этими контактами. И с помощью этого у нас идет зарядка. У нас идет сенсорное управление. Есть светодиод, который отвечает за разные режимы. Также сенсорная кнопка у нас отвечает за сопряжение с смартфоном или с другим устройством по Bluetooth. Также у нас этой сенсорной кнопкой можно включать play-pause. Можно менять трек. Правый двойное нажатие у нас идет следующий трек. Два раза нажать на левое ухо у нас идет предыдущий трек. Тройное нажатие у нас включается ассистент. Смотря какой у вас уже подключен на вашем смартфоне. По длительности мне хватает их около 4 часов. Не на максимальной громкости. На максимальной громкости в районе 3 часа. 3 часов. От этого бокса я их смог зарядить очень много раз. Вот честно я сбился. Я заряжал 5 раз до полного. То есть я разряжал наушники. И 5 раз я точно зарядил. Потом я не помню, к сожалению, сколько у меня было тут точек. Я потом просто уже сам этот пауэрбанк зарядил. На эти наушники я пересел с аэрдотсов. До аэрдотсов я пользовался QCI наушниками. Что могу сказать. QCI были по сравнению с аэрдотсом. У них была упаковка, не упаковка, а бокс открытый. Они там держались на мощных магнитах. И туда везде забивалась пыль. Но сами наушники мне понравились. Они были довольно хорошие. У них было управление кнопкой музыкой. То есть можно было включить предыдущий трек, следующий трек. Аэрдотсы у них была упаковка, не упаковка, а бокс, пауэрбанка для хранения. Он у нас был уже закрытый. Но наушники там лежали у нас не так, а по-другому. Их было довольно сложно доставать. Но сами наушники тоже были довольно хорошие. По времени они примерно столько же работали. Но у них не было управления и треками. То есть можно было только поставить на паузу или включить ассистента. Нельзя было включить трек назад, трек вперед. Здесь же у нас это все есть. Теперь по звучанию. Как вы понимаете, все вот эти перечисленные мной наушников, они примерно плюс-минус одинаковые. Никакой разницы в них нет. И по аккумуляторам. По сути это один и тот же производитель, как я понимаю. Потому что уж очень они похожи. И визуально, и надписями, и всем остальным. Но, не знаю с чем связано, но конкретно вот эти наушники, в моем случае со стандартными амбишурами, хотя амбишуры точно такие же, как и на других были, они почему-то, мне кажется, что они играют более басовики. Мне этот звук больше понравился. Опять же, я не хочу сказать, что тут какие-то динамики другие. Это, мне кажется, все-таки связано с амбишурами. Но вот здесь я чувствую басы на стандартных настройках гораздо больше, чем на предыдущих своих наушниках. К покупке я данные наушники рекомендую. Если вы меня будете спрашивать, какие я могу порекомендовать из тех, что я перечислил, я бы вам порекомендовал именно вот эти. И именно версию Pro. Потому что здесь все-таки Powerbank побольше. Это вам поможет. То есть вы будете реже бегать к розетке, заряжать их. Тем более здесь есть сенсорное управление. Кстати, про сенсорное управление. Я боялся, что моя шапка, допустим, там синтетическая какая-нибудь вязаная, будет давать ложные нажатия. Но этого не произошло. Ни разу не было, чтобы сенсор сработал ложно. То есть это меня очень обрадовал. И еще самое главное, что здесь есть хоть какая-то, но защита от воды. Скорее, это защита не от воды, а, скажем, от пота. Но это все-таки приятно, что у нас наушники хоть на какую-то долю больше защищены, чем те, которые у нас имеют механическую кнопку. Потому что под механическую кнопку все-таки влага может попасть. У меня проблем с этим не было на моих старых наушниках. Но чем черт не шутит, все может быть. Здесь все-таки у нас все закрыто. И меня это радует. Стоят они в районе полутора тысяч. Точно такая же версия, которая без добавления слова PRO. Она стоит в районе 1200. Но вот лучше все-таки купить за полторы тысячи именно эту версию. Потому что аккумулятор здесь больше. И это лучше. У меня все. Продолжение следует...